Здравствуйте, я Александр Герасименко. Сегодня пятница, и я отвечаю на ваши вопросы. Пожалуй, самый трудный вопрос ко мне пришел от Сергея. Я зачитаю его. Букв здесь много, сокращу. Александр, где мне брать поддержку? Я живу в маленьком городе. Друзей, которые стремятся к успеху, у меня нет. Жена меня не поддерживает. Есть только дети, которые отвлекают. Как мне остановиться успешным? Сергей, одна из моих функций как тренера – это следить за тем, чтобы люди задавали себе правильные вопросы. Если они вопросы неправильные задают, я их корректирую. Так вот, этот вопрос в корне неправильный. Вы должны осознать, что успех приходит вместе с навыками. Что такое навыки? Навыки получаются, когда талант встречается с самодисциплиной. Вам нужно будет вырабатывать в себе самодисциплину, а не ожидать поддержки от вашего окружения. И прямо сейчас расскажем, как это сделать. Во-первых, есть два понятия в самодисциплине – психология и физиология. Необходимо осознать, что если вы оставите понимание о самодисциплине в разделе психологии, это видео вам не поможет. Вы должны смещать полностью психологию выработки самодисциплины в физиологию. Если вы не будете делать то, что еще я вам скажу, это все совершенно бесполезно. Итак, есть одно лишь очень простое правило выработки самодисциплины. Люди говорят, нужно повысить веру в себя. Боже мой, как все это не работает. Все очень просто, смотрите. Вот вы. Вот ваш болевой порог. Между вами и болевым порогом находится ваша граница жалости к себе. И эта граница жалости к себе, она же является вашей границей самодисциплины. Ваша задача – смещать вашу границу жалости внутрь вашего болевого порога. Вы просыпаетесь утром в 6 часов. Вам нужно бегать. На улице мороз и сильный ветер, а под едеалом тепло. Вы встанете? Если вы останетесь лежать под едеалом, прямо сейчас вы прочертили границу вашей жалости. Она же граница самодисциплины. И она же граница, ограничивающая развитие вашего таланта. Я считаю, что успешные люди и неуспешные находятся по обе стороны болевого порога. Успешные за пределом него. Они туда унесли свою границу жалости к себе. А неуспешные прочертили ее до него, между собой и болевым порогом. Есть еще одна очень важная граница. Это граница гордости. Как правило, она находится сразу за болевым порогом. Человек пробежал сегодня 2 километра. Он приходит домой весь такой гордый. Я сегодня пробежал 2000 метров. А знаешь ли ты, что есть люди, которые пробегают по 10 километров ежедневно? Ваша задача – смещать вашу границу гордости глубоко за пределы болевого порога. И прямо сейчас расскажу вам о четырех понятиях, четырех способах, как это сделать. Как сместить границу жалости внутрь болевого порога и границу гордости глубоко за него. Первое. Осознайте, самодисциплина – это каннибал. Что я имею в виду? Самодисциплина питается только самодисциплиной. Никакие уговоры, никакая мотивация извне, никакая поддержка. Самодисциплина не питает. Самодисциплина питается только самодисциплиной. Что бы вы ни делали, вы устанавливаете прецедент. Вы встали сегодня утром и пробежали нужным количеством километров. Все. Это прецедент, и он работает. Вам нужно понять еще вот что. Что у вас не должно быть плана Б. Никакого плана Б. Либо сейчас я умру, либо проигуете 10 километров. Итак, немного отвлекся. Это уже из разряда глубокого обучения. Итак, правило первое. Самодисциплина – это каннибал, и напитается самодисциплиной. Далее пошли. Правило номер два. Вы должны мыслить, как динозавр. Я поясню. Как-то я прочитал в интернете, что динозавры могут удерживать в памяти только 7 секунд, что с ними происходит. То есть, если за вами гнался динозавр, вы от него убежали, спрятались за кустом, он вас не видел 7 секунд, то он забудет про вас. Скорее всего, это полная ерунда. И откуда нам знать, как ведут себя динозавры? Вели себе динозавры. Но идея мне понравилась. Вы должны вести себя, как динозавр, только наоборот. Не в прошлое, а в будущее. Ваша зона восприятия вашей жизни в будущее должна быть не более 7 секунд. То есть, вы не должны думать, что вы будете сейчас бежать целый час. Эти 10 километров. Вам будет холодно. У вас будут лица слезы. Нет, нет. Вы думаете. Только на 7 секунд вперед. Вы можете прямо сейчас встать с кровати и одеть ваши теплые штанишки? Можете. Именно об этом вы думаете. Вы можете обуть ваши удобные кроссовки? Можете. Следующие 7 секунд. Вы можете пробежать 7 секунд? Можете. И так вы пробегаете 10 километров. Компания Nike придумала слово «Just do it». Просто сделай это. Именно это они имеют в виду. Правила динозавра. Думайте вперед. Лишь на 7 секунд. Я вот что считаю. Что мы проводим границу жалости к себе. Нашими мыслями. Чем больше мы думаем, а может мне этого не делать, может мне сегодня пожалеть себя, тем ближе наша граница жалости подходит к нам и в итоге прилипает даже к нам. Так вот, чтобы прочерти границу жалости внутри болевого порога, нам нужно будет меньше думать. Отпустите ваши мысли вовсе. Просто делайте это. Смещайте вашу зону мышления в будущее близко к себе. Лишь на 7 секунд. Далее пошли. Правила выработки самодисциплины номер 3. Самодисциплина. Это очень одинокое понятие. Если вы ищете поддержки в друзьях, в жене, в ком-то еще, вы калечите вашу самодисциплину. Думайте о ней, как о Кутузовском проспекте. Я поясню, что это такое. Кутузовский проспект имеет 7 полос в одну сторону и 7 полос в другую сторону. Если вас поддерживает жена, вас поддерживает встречное движение, ваши друзья, еще кто-то. Чем больше людей вас поддерживает, тем больше вы смещаете разделительную полосу в сторону своего движения. И тем меньше инициативы управляете вы сами. Вскоре у вас же будет не 7 полос, а 6 полос, 5 полос, и потом одна полоса. Вы стоите в пробке по жизни, потому что ваша инициатива может продвигаться лишь по одной полосе. Ваша задача смещать полосу разделительную в сторону встречного движения. Больше вещей инициируйте сами. Не ищите поддержки извне. Самодисциплина – это очень одинокое понятие. Далее. Четвертый принцип. Для того, чтобы выработать самодисциплину, вам нужно будет отказаться от веры в удачу. Я знаю верить во что-то нам нужно. И да, такие удачи существуют. Но чем больше вы верите в удачу, тем больше вы калечите вашу самодисциплину. Я замечаю по себе, что чем более беспощаден я к себе, тем выше моя удача. Мне просто везет, когда я беспощаден к себе. Нужно осознать, что удача, как я вижу ее для себя, это своеобразный белый конь. Когда он прискачет, он большой, мощный и быстрый. Нужно уметь его оседлать. Будете ли вы готовы его оседлать? Вам нужна самодисциплина, чтобы подготовиться к этому моменту, когда удача придет. Есть хорошая поговорка по-английски. Сейчас ее переведу. Успех – это ситуация, когда удача встречается с подготовкой. Вам нужно подготовиться к встрече с удачей. И если вы будете верить в удачу, то эта вера будет работать против вас. Итак, я резюмирую. Для того, чтобы вам становиться успешным в вашей ситуации, вам не нужна поддержка. Вам нужно будет развивать самодисциплину. Потому что именно самодисциплина вместе с талантом приводит вас к навыкам, за которые вам платят деньги, которые рождают успех, по сути дела. Для этого вам нужно будет смещать вашу линию жалости к себе за пределы вашего болевого порога. А линию гордости глубоко за начало болевого порога. И вам поможут четыре главные принципа. Принцип первый. Самодисциплина – это каннибал, питающийся только самодисциплиной, а не психологией и неуговорами. Второе. Вы должны быть как динозавр, думающий на 7 секунд в будущее. Думайте, как думает компания Nike. Просто сделай это. Не думайте далее 7 секунд. Поначалу это кажется трудно, потом это переходит в привычку, и вы будете думать таки, да, как динозавр. Далее. Правило третье. Самодисциплина – это очень одинокое понятие. Чем больше поддержки вы получаете извне, тем ниже ваша самодисциплина. Не стойте по жизни в пробке в этой однополосной дороге. Инициируйте больше действий, смещайте раздельную полосу в сторону встречного движения. Больше действий инициируйте сами, не ищите поддержки. И правило четвертое. Откажитесь от веры в удачу. Потому что чем больше удачи вы верите, тем ниже ваша самодисциплина – один из важнейших компонентов успеха. С вами был я, Александр Герасименко. Со способом, как поднять самодисциплину. Смещайте вашу границу жалости внутрь болевого порога. Точка. До встречи.